Такие боевые эпизоды непременно атрибут всех праздничных мероприятий военного направления. У нас в Рязани бравые воздушные пехотинцы в училище БДВ, как говорится, взрастают с младых ногтей. А потому таким экшнам горожан не удивишь. Однако удали мастерство воинов всегда поражают и восхищают зрителей. Среди тех, кто поздравлял десантников с праздником, был начальство самого высокого местного уровня. Это тоже рязанская традиция. Я хочу в вашем лице всех присутствующих здесь на стадионе поздравить Рязань, поздравить всех наших военных с двойным праздником – Днём города и Днём воздушно-десантных войск. Рязань – столица ВДВ. И носит это звание она по праву, потому что именно в Рязани готовятся лучшие кадры ВДВ. Офицеры ВДВ, офицеры разведки ВДВ, офицеры спецназа. Сказал свое слово Олег Ковалев и про наш училище ВДВ, который сейчас переживает, по словам руководителя региона, второе рождение – модернизация учебной базы, укрепление полигонов, рост желающих здесь учиться и, что очень важно, строительство военного городка в районе Михайловского шоссе. Приезжайте сюда после окончания службы на место жительства, а вы видите, какой городок сегодня строится для офицеров, проходящих службу здесь, для служебного жилья и для тех офицеров, которые должны получить там уже жилье по завершению этой службы. Это приблизительно микрорайон на 6-7 тысяч жителей. Нам предстоит его еще обустроить, предстоит построить школы, детские сады, создать торговлю, создать условия для отдыха в этих микрорайонах. И мы это сделаем обязательно, во что бы нам это ни обошлось. На праздники рязанские десантники получили памятные губернаторские знаки, благодарность от земли Рязанской, другие награды, а также долгожданные подарки, сертификаты на квартиры. Был в Рязани и праздничный курсантский вальс, который танцевали не только потенциальные женихи и невесты, но и пары, только что вступившие в брак. Их поздравляли особенно тепло, в том числе военное и гражданское руководство. А романтической кульминацией стало объяснение в любви и вполне конкретные предложения руки и сердца. Один из десантников при всем честном народе предложил своей избраннице руку и сердце прямо со сцены. И, конечно же, такая лихая атака увенчалась полной победой. Девушка сказала бравому воину свое «да». Тут уж трибуны взорвались овациями. Были в этот день и традиционные прыжки, когда парашютисты-мастера приземлялись с неба прямо на зеленую траву перед зрителями, и показательные выступления, но запомнились зрителям прежде всего самые мирные эпизоды. Танцующие пары, цветы, признание, любовь. Все-таки самые хрупкие и романтические вещи лежат в основе суровых военных побед.